Среди выявляемых сегодня преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних почти половину составляют факты половой связи и иных действий сексуального характера с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. В Солигорском районе такие случаи довольно редки. В 2020 году ни одного факта, в 2019 – один. По линии противодействия торговой людьми возбуждено два уголовных дела. Это статья 343 распространение порнографии. Основной упор мы делаем на лиц, которые распространяют порнографию. Прежде всего, это детскую порнографию, то есть там, где фигуры несовершеннолетние. Опять же, если человек смотрит, распространяет такое видео или материалы порнографического характера, то это должно вызывать подозрения. Поэтому обращаем внимание на таких лиц. Наибольшую тревогу у правоохранителей вызывает латентность преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в результате которой виновные лица длительное время остаются вне поля зрения правоохранительных органов, а потерпевшие подвергаются систематическому насилию. В современных условиях ситуация значительно осложняется перемещением первичного общения педофила и ребенка в сеть интернет. Возможность выдавать себя там за кого угодно, например, за сверстника, позволяет педофилам легко вступать в контакт с будущими жертвами. Их цель – общение на сексуальные темы в сети, пересылка интимных изображений и сообщений, а также шантаж с использованием материалов интимного характера. Чтобы не допустить подобное, правоохранители вместе с педагогами постоянно проводят с учащимися школ и колледжей беседы, предупреждая их об осторожности. Мы ежегодно и в начале года, когда начинается учебный год и, скажем, на протяжении всего года учебного, мы посещаем школы, учебные заведения, обсуждаем вопросы как профилактики наркомании, так и профилактики этих совершений сексуальных преступлений.